Медведев утвердил программу мер по борьбе с картелями. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил межведомственную программу мер по выявлению и пресечению картелей и на их ограничивающих конкуренцию соглашению на 2019-2023 годы, сообщил он на заседании правительства в четверг. Ежегодный ущерб от таких соглашений на товарных рынках и торгах оценивается в 1,52% ВП. В год возбуждается более 400 антимонопольных дел, которые связаны с заключением соглашений, ограничивающих конкуренцию. 85% это картели, причем их количество увеличивается, подчеркнул председатель правительства. В качестве основных задач программы приняты профилактика монополистической деятельности, ограничения и устранения конкуренции, профилактика коррупции при проведении торгов, формирование в обществе негативного отношения к картелями и иным ограничивающим конкуренцию соглашением, а также к коррупционному поведению. За пять лет реализации мероприятий программы предполагается, что количество дел о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденных по признакам заключения картеля, доход участников от которого составляет менее 50 миллионов рублей, или ущерб от которого составляет менее 10 миллионов рублей, сократится на 30%. В 2017 году было возбуждено 198 таких дел. Уже в сентябре этого года для совершенствования системы мер борьбы с картелями в Государственную Думу предполагается внести законопроекты для усиления уголовной и административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Одновременно ведомства будут работать над проектом федерального закона, предусматривающего снижение размера административных штрафов для лиц, признанных участниками ограничивающих конкуренцию соглашений и готовых добровольно уплатить штрафы в установленные сроки. Минус. Медведев поддержал идею о конфискации машины после пьяных ДТП. Кабинет министров также рассмотрел ряд законопроектов, которые призваны сделать максимально полной и прозрачной статистику зарегистрированных правонарушений, ход их расследования, исключить возможность необоснованного отказа в возбуждении уголовных дел по заявлениям граждан. Теперь такие заявления будут сразу же, в момент обращения, выноситься в государственную автоматизированную систему правовой статистики, сообщил Медведев. Система разработана, но пока действует в тестовом режиме. Данные планируется размещать в открытом режиме в интернете. Это позволит вышестоящим органам с первых же минут взять на контроль любое сообщение о преступлении, а следователям и дознавателям не понадобятся часы на переписку по почте между собой. Нельзя будет и потерять заявление, затягивать сроки его рассмотрения, пояснил премьер-министр. Прокуроры получат право требовать, чтобы следственные органы и органы дознания такие нарушения устраняли. В продолжение работы по повышению доступности дошкольного образования правительство рассмотрело поправки в Федеральный закон об образовании в части формирования и ведения соответствующих информационных систем. Важно, чтобы записать ребенка в детский сад было просто и удобно, чтобы родители могли всегда получить полную информацию, считает глава Кабинета министров. Сегодня в каждом регионе существуют свои информационные системы, через которые формируется электронная очередь в дошкольные учреждения. В них внесены сведения о детях, которые ходят в дошкольные организации, о семьях, которые подали заявление о предоставлении места. В год возбуждается более 400 антимонопольных дел, которые связаны с заключением соглашений, ограничивающих конкуренцию. Теперь правительство посчитало нужным привести это системы к единым стандартам. Законопроектам предлагается установить исчерпывающий перечень сведений для региональных информационных систем дошкольного образования. В них же будет вестись обработка персональных данных детей и их родителей, а для виновных в нарушении требований в области обработки и защиты персональных данных предусмотрят персональную ответственность. ФАС выявила новые формы монополизации рынка. При этом в правительстве не забывают о главной задаче, которую необходимо решить, чтобы сделать дошкольное образование по-настоящему доступным. Не первый ГОРД Федеральный Центр вместе с регионами работает над созданием новых мест в детских садах и яслих. В результате эта тема сегодня стоит не так остро, как, скажем, лет 10 назад, когда действительно было сложно устроить ребенка в детский сад, считает Медведев. Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет к сегодняшнему дню составила почти 100%, точнее, 99% с небольшим. Для детей до 3 лет этот показатель ниже, признал он. Чтобы полностью решить проблему доступности дошкольного образования, мы продолжим принимать меры, пообещал председатель правительства. Будем работать в том числе и в рамках национальных проектов. Полное обезболивание. Дмитрий Медведев призвал ускорить работу над документами, в том числе и для совершенствования уголовного законодательства, по применению обезболивающих препаратов. К сожалению, обезболивание одна из тех проблем, с которой сталкиваются люди, имеющие соответствующие показания. Это одна из самых больших проблем для палеотивных пациентов, подчеркнул председатель правительства вчера на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. В России такого рода помощь необходима приблизительно 300 тысячам человек, и, указал премьер, все нуждающиеся без исключения должны быть обеспечены необходимыми препаратами в самых разных формах. Для этого важно в максимально короткие сроки уточнить действующие законодательства. Возникают вопросы совершенствования законодательства, причем как законодательства, связанного с применением соответствующих лекарственных препаратов, так и некоторых других законов, в том числе и уголовного законодательства, заявил Медведев. ФАС разработала алгоритм выявления картелей. Все предложения премьер-министр пообещал детально проработать в правительстве. Нужно максимально ускорить выход документов, подчеркнул он. В случае необходимости Министерство здравоохранения получит распоряжение, чтобы все инструкции и нормативные акты вышли как можно быстрее. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Минздрав 25 июня изменил приказ по порядку расчета количества препаратов для нуждающихся больных. Теперь это считается не в количестве коек, а в реальных пациентах. Мы ждем регистрацию Министерства юстиции, и здесь мы должны организовать стопроцентное обеспечение нуждающихся, сказала она. «Российское производство будет двигаться в сторону импортозамещения, и те лекарственные формы, которые необходимы для оказания палеотивной помощи взрослому и детскому населению, будут у нас полностью к 2023 году», — обозначила Голикова перспективы. Власть, работа власти, внутренняя политика правительства, председатель правительства РГФОТО.